Чё творим, бро? Меня зовут Сергей Онес. Вы думали, я испугался? На самом деле нет. Это всё был монтаж. Сегодня мы смотрим новые потерянные эпизоды. Потерянные эпизоды Лунтика. Давайте же приступим. Всё не всерьёз. Всё не всерьёз. Я нашёл этот потерянный эпизод на одном сайте. Тут был нарисован Лунтик и он говорил. Я топовый убиватель. И потом он стал очень страшным. Боже мой! У него чёрно-красные, фиолетовые, белые, синие глаза. Это означает лишь одно. Он одержимый! Он одержимый! Он говорил, я всех убью, я всех убью, я всех убью. Я всё съем, я всё съем на Новый год, всё... Потом он пошёл. У него в руке был какой-то странный меч. Я не знаю, что это было. У него были чёрно-красные глаза. Он так прикольно зарисовал. Потом он пошёл и убил Кузя. И у него... Стоп! Минутка объявления. Пока ты не выключил видео, потому что я буду смотреть ещё потерянные эпизоды. У меня для тебя есть одно обновление. У меня на канале вышло очень крутое видео, где я хожу по подвалу и ем конфеты. И, кстати, я там был не один. Тебе оно понравится, поэтому... Давай, переходи, смотри его. Это будут лучшие пять минут твоей жизни. Это я тебе гарантирую. Остало вот такое лицо. Ребята, мне было очень страшно. Ты опасался? Я сбросил компьютер в сторону. Компьютер в сторону? Ого! Такую махину попробуй бросить в сторону. Он ударил меня током после этого. Чё, это он меня не бьёт током? Обманщик, я тебе верил. За этот обман тебе дизлайк. Не подписывайтесь на его канал. Он обманывает людей. Он меня не бьёт. Видите, он меня не... Ой, дисковод открыл. Он меня не бьёт. Это всё обман. Чтобы набрать лайки. Ненавижу таких. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если вас тоже не ударил током. Я думаю, это будет самый страшный потерянный эпизод в мире. Всем привет, Сэмю Сайдер. Аааа, этот страшный голос. Я не могу. Мама, ради обрат... Меня его... Образить разницы. Какой я страшный, азук. Было показано, как Узя, Мила, Кузя и Рыбки играли в мяч. Ну, гусеницы всегда ссорились. Потом... Тупые гусеницы. Зачем же они ссорятся? У них ведь вся жизнь была бы сзади и впереди. Ну, взад, ставьте вперёд, а на моём не жарите. Я спросил, а кто у вас появится на странице? Она сказала, когда рак на горе свистит. А это всего лишь была поговорка из начала никогда. Ох. Какая она. Шутница. Оффсайдер всё нам рассказал. Я бы из его рассказа не понял, серьёзно. Я бы не понял, о чём он говорит. Что такое рак на горе свистит? Ведь я бы не понял, да. Они все просто начали падать. Они вниз покатили. Гусеницы смотрели сверху и очень были... Были в шоке. И потом было показано... Мне кажется, гусеницы бы больше смеялись. Опять твой рабочий стол. Как Лунтик, Кузя, Мила и дядя Рак были мертвы. Он раковина их всех раздавил, особенно Милу. Ладно, с вами был Александр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока. Вот это да. Вот такого исхода я точно не ожидал. Это было жесть. Вы представляете, какая это жесть? Давайте же, я бы чуть-чуть... Я уже почти был бы испугался, но я не испугался. На первой картинке нарисована комета, которая летела на землю. Дальше была показана Баба Капа. Она в черные глаза имеет. У него вместо глаз были две впадины. Баба Капа попросил... Черные впадины. А если заглянуть в них, то можно увидеть бездну. Он просил Лунтика сходить за водой, потому что она закончилась. Закончилась, Баба Капа, кончилась. За водой. Дальше... Это пауза. Она была слишком страшная. Картинка, как рядом с Лунтиком стояли гусеницы. И просили Лунтика... О нет! Это же обычная серия. Он просто взял и переделал серию. Как ты мог? Кто так вообще делает? Давайте же продолжим наш просмотр. И дать им воды. Но Лунтик сказал им нет. И они разозлились. Я просто зол из-за того, что эта серия переделана. Я прям не могу. Мне аж глаза режет. Я должен написать комментарий. Эээ... Ты просто переделал серию. Серию. Как ты мог? Оставить комментарий. Ну и зачем я это написал? Гусеница и Лунтик начали взбираться на Иву. Вдруг вовсе не пупсень подскользнулись. И Лунтик успел отцепить свой язык от ведра. И гусеницы упали с дерева. И их расплющило. Лунтику это понравилось. И он начал... Вот же Лунтик живодер. А вы говорите, он хороший. Он все нам помогает. Он живодер. Ему нравится, как умирают другие. Я в нем еще так никогда не был разочарован, как сейчас. Боже. Смеяться. Очень злостно смеяться. Какой же ты опасный атак. Кому бы нас данная серия. Так что давайте поставим... Агроменный лайк. Набираем 20 лайков. И следующий потерянный. Спасибо за авторские права. Я все еще не напуган. И меня это пугает больше, чем в вашей серии. Бро. Бро. Бро, ты еще здесь? Бро. Отзовись, я тебя не вижу, бро. Если ты все еще здесь. Ты просто вынужден посмотреть правильный обзор еды. Давай. Ты вынужден. Ты просто вынужден. Я жду тебя там. И напиши там комментарий. И я обязательно на него отвечу. Ты вынужден это посмотреть. Ты слышишь? Слышишь, бро? Ты здесь? Здесь? Я очень надеюсь, что ты еще здесь. Бро. Бро, алло, очнись. А также переходи на мой второй канал. Там выходят видео каждый день. А ты их все еще не видел. Бро. Ты здесь или не здесь? Отзовись, пожалуйста. И на правильном обзоре на втором канале. Я тебя жду. Быстрее. Переходи, пока все видео не удалили. Там я и за что. Давай. Я жду тебя, бро. Очнись. Ну, бро. Эй, йо. Че творим, бро? Это ваш братюня Сергея Анис. И знаете, мне в голову пришла одна идея. Как насчет того, чтобы делать неделю потерянных эпизодов. Ну, то есть реакций. Неделя реакций на потерянные эпизоды. Представь, ты приходишь со школой. И бахтует для тебя уже смешное видео с реакцией на твои любимые потерянные эпизоды. Я думаю, тебе должно это зайти. Поэтому быстрее пиши в комментарии и напиши, что ты думаешь об этом. Если же ты хочешь, так пиши, да, давай быстрее я эту неделю. И я обязательно ее запущу. Это будет просто крутая неделя. Это я тебе отвечаю, бро. На этом видео подошло к концу, поэтому... Смотри правильный обзор еды. Ну, Лил, че ты его еще не посмотрел? Он же реально смешной, черт возьми. А ты его все еще не смотришь. Давай, я жду тебя там и отметься в комментариях. Погнали. Погнали.